Можно я еще добавлю про вселенную Гарри Поттера тоже? Просто возникало, довольно часто мне задавали вопрос, почему очки Гарри Поттера в каждом кадре? Но на самом деле, как было уже сказано выше, мы вдохновлялись эстетикой конца 19-го и начала 20-го века. И начало 20-го века не очень виновата в том, что форма очков была тогда только круглая, и Гарри Поттер не привнес эту форму, поэтому эти вопросы немножко странные. И они очень вписываются в нашу концепцию, именно круглые очки. Это объяснено и обусловлено логикой нашего визуального ряда. Да, еще всех бомбит, что у нас у главного персонажа синее пальто, как будто мы это слезали с Ньюта Скамандера из «Фантастических тварей». Почему синее пальто? Почему у вас синее пальто? Синий цвет пальто — это, я бы не сказала, что запатентованная часть «Фантастических тварей», особенно если учесть, что у Ньюта оно не синее. И, я не знаю, по-моему, оно абсолютно другое. Но, честно, могу сказать, что с Ньюта оно не слизывалось. И если бы даже мы захотели связать с Ньюта, у нас не было ни возможности, ни денег, ни ничего. Мы не получилось, даже если бы захотелось. Так что это все полностью оригинальная продукция. Я еще хотел задать персональный вопрос Сергею Волкову. Расскажите немного о том персонаже, которого вы сыграли, потому что на Вики-Виде он скупо значится как «Ведомственный страж». Все, больше ничего. Да, я сыграл «Ведомственного стража», это правда. Рассказать о нем? Ну, спасибо. Как уже, если люди, которые знают магию, которые видели трейлер, а там понятно, что идет столкновение интересов магов и немагов. Вот мой персонаж, один из представителей магов, которые недолюбливают немагов, как там и сказано тоже уже в трейлере. Он считает, что немаги — это шакалы, а шакалов надо отстреливать. А что с ним было после этой фразы, вы узнаете, конечно, в фильме. Да, это русский волшебник, представитель русских волшебников того времени. Да я не знаю, на самом деле, что еще говорить. Хороший, хороший волшебник, но говорит плохие слова. И получает по своим заслугам, наверное. Да, все. Спасибо за ответ. Я думаю, что сейчас мы все-таки пойдем навстречу вам, дорогая аудитория, и навстречу прозвучавшему предложению. Халява, ребята, халявный билет. Может быть, мы действительно предложим задать вопросы из зала, и наиболее удачный снег, как я слышал, будет, возможно, поощрен билетом на показ. Наверное, для этого вам нужно подойти вот сюда, к первому ряду, куда иду я. Вы, вроде, ориентируетесь на звук, подходите к микрофону, задавайте свои вопросы, получите шанс выиграть билет на примерный показ. Не стесняемся. Я думаю, пока люди подходят, у тебя есть возможность задать или криком, или еще один вопрос, например, звукорежиссером. Здравствуйте. Я наблюдала за вашим проектом. Я видела то, что вы действительно в Патреоне пытались это создать. Мне очень понравилась ваша идея с продажей мерчандайзов, скажем так. А будут ли у вас какие-то идеи, например, блокнота с записью этих магических слов каких-то, с выдвижениями волшебной палочки? Ну что-то тоже, типа, книжки-споминания. Как я понял, будет ли какое-то развитие волшебного мира, где этот звук, где нельзя говорить такие вещи, помимо того, что будет в фильме. Да, у нас готовятся и есть уже статьи в группе, также наши фанаты, ребята, которые были актерами массовых сцен, вместе с нами делают внутреннюю Википедию, где тоже есть про это информация. И также мы готовим мастер-класс вместе с нашими актерами, например, с Иваном Забелиным, где мы будем показывать, как использовать волшебные палочки, как делать заклинания. Потому что, ну вот, Сереже не даст соврать, это было достаточно необычно смотреть, как наши актеры делают какие-то такие заклинания. Для нас, как для зрителей, выросших на Гарри Поттере, собственно, было необычно видеть новые пластичные движения у заклинаний. И также у нас выйдет арт-бук, он выйдет ограниченным тиражом, где также мы постараемся раскрыть наш волшебный мир. Спасибо. Желающие задать вопрос могут поднять руку, я подойду и сам протянуем микрофон. Замечательно, прямо здесь, никуда ходить не надо. Такой может быть странный вопрос. А были ли во время съемок какие-то моменты с тяжелыми травмами актеров, если это съемки массовые были, или вот со спецэффектами, или когда к крану прицепили человека? Несчастных случаев на съемочной площадке не было. Ни одно животное, ни один актер не пострадал. Ни один дракон не пострадал, да. На самом деле, хоть это было студенческое кино, был очень серьезный подход к выполнению всех трюков. У нас были постановщики трюков на площадке, нас консультировали, и ничего не было сделано с бухтой Барабта, а давай ты прыгаешь с пяти метровой стены. Такого не было. Мы ко всему готовились. Были счастливые случаи. Я отметил на площадке день рождения, мне подарили тортик, и я был счастлив. Протянусь руку следующей. Желаю еще и задать вопрос. А, замечательно, вы здесь все столкнулись. Ну, давайте. Здравствуйте, у меня вопрос. Я человек-читатель. И не планируете ли вы делать новелизацию фильма, или, может быть, развивать даже дальше вашу вселенную в формате книг? Представьте, что я Екатерина Краснер, которая очень любит отвечать на этот вопрос. Нет, пока не планируем. Спасибо. С какой самой сложной задачей приходилось сталкиваться во время съемки? Что было самым трудно реализуемым, скажем так? Тут нужно, наверное, уточнить, про какие именно сложности вы говорите, потому что задействовано много цехов, и у каждого свои задачи, у каждого свои трудности. Расскажи про себя. Может, какие-то технические моменты или организационные? Что было? Самое сложное было дождаться обеда, потому что прекрасные котлетки, которые готовила мама Катя Краснер, просто божественные. Это было самое сложное. Команда была достаточно сплоченная, все работали как единый организм, потому что время съемок у нас было ограничено, в том числе в павильонах. Один павильон, одна стена разрушалась, красилась в другой цвет, становилась совершенно другим помещением. И работа была достаточно слаженной, за что спасибо всем создателям этого фильма. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, данный фильм, ну, или даже серию, можно будет сказать, фильмов в будущем наверняка, это воспринимать в качестве части вселенной Гарри Путтера будущее, или все же это будет отдельное произведение? Тоже, если бы я был режиссером Катей Краснер, я ответил бы на этот вопрос так. Каждому зрителю мы даем возможность самому решить, является ли это вселенной Гарри Поттера или не является. По определенным причинам, авторским правам, мы не можем говорить о том, что это является вселенной Гарри Поттера, но та эстетика, которая существует в фильме, те законы, некоторые из них, которые существуют в фильме волшебного мира, они похожи на Гарри Поттера. И если зрители, если фанаты нашего фильма хотят отождествлять этот фильм со вселенной Гарри Поттера, такие русские волшебники из мира Гарри Поттера, это их полное право. Среди съемочной группы тоже есть разные мнения, кто-то считает, что это вселенная Гарри Поттера, кто-то не считает. Просто мы делаем классное кино по кайфу и хотим, чтобы оно понравилось зрителям. А к какой вселенной она относится, да, пусть хоть даже к Хоббиту. Спасибо. Ну, подскажите, пожалуйста, тоже вопрос касательно саундтрека. Как он создавался, чем он был вдохновлен и будет ли выпущен саундтрек потом отдельно? Ну, именно музыкальный. А вообще расскажите чуть-чуть о музыкальной составляющей. Извините, не целиком расслышал ваш вопрос, но я понял то, что вы спрашиваете про саундтрек. Сейчас у нас есть композитор, который полностью оформляет, прорабатывает целиком весь фильм. Я думаю, что у нас будет полное покрытие и титров, и самого фильма. Я думаю, что в каком-то виде это будет изданативно. Небольшое уточнение от себя. Оркестр, это будет исполнение оркестра или это будут синтетические инструменты, библиотеки какие-то компьютерные? Или вы, правда, пригоните оркестр и запишите по-настоящему? На текущий момент используются, насколько я знаю, электронные инструменты. Просто мы не находимся, ну, по крайней мере, я не нахожусь в таком тесном контакте с композитором. Но для предыдущих фильмов писали частично живую музыку. Я думаю, что... Я не исключаю возможности, что будет так. Здравствуйте. Я не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос, но я думаю, сможете. Насчет вора вашего фильма. Если вы знаете, Джон Роллинг придумал такую школу кодотворец, которая находится в России. Мне вот интересно, герои вашего фильма учились кодотворцы, или вы придумываете свою школу волшебства, в которой они учились? А это вы узнаете из материалов нашей группы. К сожалению, в фильме не показана какая-либо волшебная школа. События происходят в Верховном ведомстве. То есть волшебники уже взрослые, никаких факультетов, никаких предметов. И, как вы понимаете, это одна из важнейших связей с Гарри Поттером, если наши волшебники будут учиться в том заведении, которое вы озвучили. Возможно, да, возможно, нет. Узнаете из материала в группе. Здравствуйте. У меня тоже вопрос по вселенной фильма. Я так понимаю, что все персонажи — это чиновники. А есть ли волшебники-крестьяне? Скорее всего, да. Ну, у нас есть сцены, где участвуют не только сотрудники ведомства, стражи в смысле. Так что вполне очевидно, что это гражданские лица. Я не знаю, насколько они крестьяне. Просто эта часть у нас не раскрывается, опять же, из хронометража. Я думаю, спокойно, если крестьяне и чиновники. И каждый из тех, чего? Ну, крестьяне, почему? Селеки. Деревенщина. Есть волшебники в русских селениях. А не только в Москве чиновники, ух, там сидят наверху и указы принимают. Спасибо. Здравствуйте. Вы говорили про русскую магию. Так, чем отличается русская магия от той, которую создают иностранца? У русской магии русская душа. Спасибо. Здравствуйте. Я хотела спросить по поводу названия. Магия превыше всего. Раскройте, пожалуйста. Ну, а есть небольшой спойлер. Эд Фарас будет в фильме одни бы свои персонажи произнесена. А, во-вторых, изначально у сценаристов, у Кати и у Леси появилась идея английского названия Magic First. Оно связано с событиями в США, с политической кампанией одного человека, который стал президентом. И вокруг этого все строилось. И потом родилось русское название «Магия превыше всего», которое также нашло отражение в словах одного из героев, играющих ключевую роль в событиях фильма. Вот такая простая идея. Еще один из вариантов был длинное название. Это что-то там, очерки российской магической истории или что-то такое, но появилось подобное лаконичное название, и все сказали, что да, это «Магия превыше всего», лучше всех название, самый лучший фильм на свете. Спасибо. Еще один вопрос от меня, тоже по съемкам. Какое было максимальное количество дублей для одной сцены и минимальное? Если память не изменяет, то максимальное количество дублей было 19. А минимальное? С первого раза что-нибудь получилось? Ес! Сразу! Ничего делать не надо больше. Было такое? Мы затрудняемся ответить на этот вопрос. В любом фильме всегда есть несколько дублей, потому что что-то может не понравиться на монтаже и нужно заменить. А вот если у вас один дубль, который невозможно больше никак исправить, возможно, он даже вырежется из фильма. Поэтому обычно режиссер не рискует снимать все с одного дубля. Спасибо. Добрый вечер. Я хотел сказать, что хрометраж фильма не такой большой, то есть он что-то средний между краткометражкой и полнометражкой и хотелось узнать. Вы затрагиваете там очень серьезные темы, я как видел. Пришлось вам пожертвовать чем-то. То есть вы что-то раскрыли, очень много времени этому делили, а чего-то очень мало. Было ли такое? Никто не расслышал, кроме меня. Тоже есть такая проблема, которую поднимают блогеры, которые делают обзор на трейлер. Раскрыли ли мы различные сюжетные линии фильма? Да, раскрыли, но у фильма очень бешеный темп, и задача зрителя прыгнуть в этот поезд и максимально погрузиться в атмосферу. Вот даже у персонажа Сережи буквально 2 минуты экранного времени нужно его запомнить, полюбить или ненавидеть. Вы либо противники немагов, либо сторонники чистой крови и так далее. Поэтому мы постарались раскрыть все темы. Там есть и любовная линия, и семейная драма, и какая-то общечеловеческая, общесоциальная драма. Спасибо. Да, у меня возник еще один вопрос. Вы говорили, что на идеи фильма как-то повлияли текущие политические события. А есть ли в фильме какие-то аллюзии на политические события России того времени? Или фильм сфокусирован только на проблемах магического сообщества? Ну, тяжело ответить на этот вопрос, потому что какие-то мысли, заложенные режиссером, даже мы не знаем, наверное. Каких-то конкретных вещей, какое-то конкретное событие лобовых, что вот, там-то произошло то-то, то-то, мне кажется, нет. Но есть основная проблематика, которая была, есть, к сожалению, скорее всего, какое-то время будет в Российской Федерации. Поэтому что-то есть, увидите. В визуальном плане на образы фильма повлияла, нет, даже повлияла революция, повлияла скорее, потому что волшебники застыли в дореволюционном времени. Вы можете увидеть это в том числе в самом фильме, в трейлере и в материал, который вам показывали. И тоже людям тяжело понимать это в современные события или события, какие-то там революции, 905-й год. События фильма происходят в наше время, это начало 2010-х годов. И мы в фильме показываем то, что происходит в России реально, вот в той, в которой живем мы, но в такой волшебной, сказочной обертке, чтобы не было так обидно за себя и за свою страну. Спасибо. У меня еще один вопрос. Еще один вопрос возник. Вы сказали, что у фильма бешеный темп будет, а персонажи успеют раскрыть за это время? Просто большая проблема отчасти русских фильмов, то, что персонажи не успевают раскрыть в полной мере. У каких фильмов проблемы? У русских? У русских. Ну вообще у фильмов бывают такие проблемы. Шевинистовы. Нет, ни в коем случае. Я думаю, каждому зрителю понравится определенный персонаж, и он будет ловить с ним каждый кадр. Да, действительно, у нас хронометраж всего лишь 35 минут. И драму каждого персонажа достаточно сложно раскрыть, но я думаю, нашему многоуважаемому режиссеру это удалось, что мы и проверим. 26 марта кто-то из вас, или потом уже в течение года остальные все зрители. Добрый вечер. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, хотели бы в идеале донести этот фильм до иностранного зрителя? Готовите ли вы дубляж, субтитры, может быть? Потому что я, к сожалению, не видела ни одного трейлера, например, который был бы с субтитрами на английском языке. Спасибо. Наши трейлеры не видели с субтитрами или какие? Да? Нет? Ваши имел с виду, да. Да. Наши трейлеры, субтитры на английском, японском, французском, польском. Очень много языков, которые есть у данного трейлера, поэтому неизвестно, почему вы их не видели. Также у нас сайт переведен на английский язык. И да, конечно же, у нас есть интерес для зарубежной аудитории, но зарубежной аудитории по разным причинам пока не интересна российская магия, русская магия, но мы надеемся, что они одумаются и тоже посмотрят наш фильм вместе с остальным миром.